А теперь о событиях радостных, но обращенных опять же к памяти. Песню военных лет «Три танкиста» исполнили молодые люди одновременно в нескольких местах Хаваровска. Необычный песенный флешмоб состоялся в краевой столице в день окончания Второй мировой войны. Основные исполнители, учащиеся детских музыкальных школ города, акция стала неожиданностью для многих. Павел Игошин оказался в гуще событий. Мы пришли за своим хором. Хор «Тополек» решил нашуметь не меньше, чем знаменитый «Тополь-М». Правда, без взрывной волны и последствий. В час пику известного супермаркета ребята неожиданно для всех зарядили песню «Три танкиста». Песню школьники выучили накануне в честь знаменательной даты. Все это посвящено дню окончания Второй мировой войны. Мы хотим отдать память ветеранам, отдать им дань. Спели, как полагается, в один голос по-армейски, громко, четко и с душой. Долго вы песню учили вообще? Да нет, несколько дней назад нам дали слова, и мы начали учить ее. Там был один куплет сложный. Просто там слова такие, несовременные, так сказать. Подобные акции уже несколько лет идут по всей стране. Вот, например, в Москве на Красной площади исполняли гимн. «Славься, Отечество наше свободное!» А в одном из супермаркетов спели знаменитую «Смуглянку». Видеомероприятие выложили в интернет. Так за пару недель об акции узнала вся страна. В Хабаровске акция привлекла не очень большое внимание, но явно понравилась тем немногим, кто собрался. На флэш-мобе ребята не остановились, ни многочисленная публика попросила их спеть на бис. Павел Гошин, Илья Цапов для программы «Настоящее время».